Здравствуйте, Наталья! На связи с доктором Искандер. Наталья, Вы сделали заказ, оплатили указанную сумму за индивидуальный видеоурок по теме «Руки-лицы». Мы приготовили и выполнили Ваш заказ. Сегодня Вы получили уникальную технику работы с подсознанием. Не скрою, я сам применяю этот прием в тупиковых ситуациях, когда не могу найти правильного решения. Тогда я мысленно отключаюсь от реального мира и полностью растворяюсь в глубинах своего подсознания. Как ни странно, но ответ всегда приходит изнутри моей души. Причем порой бывает так, что решение трудной задачи лежит на поверхности, а за его решение приходится обращаться в глубину своего разума. Оказывается, что человеческий мозг, его сознание, может принять и обработать незначительное количество поступающей информации. Можно сказать, что сознание у правшей, оно находится вот здесь, в левом полушарии, отслеживает только лишь 10% поступающей информации и пропускает огромное количество информации, которая тем не менее остается бессознательным, то есть в нашем подсознании. У правшей бессознательное располагается в правом полушарии. Вот те. Следовательно, некоторая информация сознанием просто пропускается, но удивительным образом она доступна для обработки подсознания. По всей вероятности, бессознательное, то есть наше подсознание, просчитывает поступающую информацию гораздо точнее, чем сознание, потому что для анализа сложившейся ситуации подсознание использует не 10%, а весь спектр многообъемных данных, полученных когда-то и уложенных на хранение в глубине нашего подсознания. Если показать наглядно, то это выглядит так. Наше сознание от объема поступающей информации извне фильтрует и обрабатывает примерно 10%. То есть, вот вся выложенная вам информация составляет вот такой отрезок, показанный на рисунке. Вот 100% выплеснувшейся на вас информации. Ваше сознание способно уловить и осознать всего лишь малую часть сообщения. Это примерно составляет 10% от всего объема. Лишь вот такой малый процент осознанной информации человеческий мозг способен переварить, обработать и отправить на хранение в банк данных. Но природа устроила человеческий разум в очень уникальных способах. Вся та информация, которая была не зарегистрирована разумом и пропущена вследствие поступления, она не исчезает без следствия. Она проникает и остается в глубинах человеческого подсознания до критических моментов во жизни. Природа щадит наш разум и стремится не перегружать его, не засорять наше сознание ненужной информацией. Мозг отцетровывает и сосредотачивается лишь на той части поступившей информации, которая необходима человеку здесь и сейчас. Сознание полностью игнорирует неполезную на данный момент часть поступившей информации. А вот подсознание не имеет границ с интрации и сортировки. Оно постоянно укладывает стопками всю поступившую информацию на протяжении всей человеческой жизни. Но сегодня существуют разные методы для нахождения и использования ресурсов нашего подсознания, получения от него всей накопившейся информации. Не только с воспоминаний с момента рождения человека, а и внутриутробного периода, а также сообщений даже из прошлой жизни. В глубинах нашей души, в лабиринтах подсознания у каждого человека хранится неисчерпаемый запас великих знаний, скрытых ресурсных состояний, великое множество решений тех проблем, которые порою становятся не под силу разрешить нашим умом. Вот из давних времен человек нашел в себе возможность искать пути решения к сложившейся задачи, обращаясь за помощью к своему подсознанию, погружаясь в процесс медитации или самогипноза, уходя в тайне из уголки своей души, оставаясь наедине с самим собой, ища выход в безвыходных периодах своей жизни. Одним из более доступных, эффектных и нетрудоемких приемов является техника руки-верху, которая при минимальном усилии позволяет получить ответы на конкретные и правильно поставленные вопросы. Это происходит не столько с теми, кто научился применять данную технику в своей жизни и пользуется ею в совершении. Вам не нужно ничего делать, вам необходимо лишь слушать свое тело. Наше тело постоянно с нами разговаривает, и мы иногда можем слышать его общение с нами. Например, когда мы хотим кушать, тогда этот сигнал четко распознаем, и мы идем на кухню. Если нам холодно, наше тело сообщает нам об этом. Или наше тело нам сообщит о застрявшейся в пальце за ноги, оно сообщит нам. Иногда вы можете понаблюдать за другими людьми, и увидеть, как их тело с нами разговаривает. Например, если человек вас понимает и соглашается с вами, вы еще до произношения им слова «да» уже откуда-то знаете, что он соглашается с вами. Мы люди разговариваем на языке телодвижений больше, чем произносим слова и целые предложения. Примерно 70% информации мы считываем с биомоторики групп различных мышц и телодвижений своего собеседника. Это называется невербальное общение. Вербальную информацию, то есть словесное общение, употребляя слова, словосочетания и предложения, мы воспринимаем всего лишь на 30% при контакте. Как при внешнем общении с другими людьми, когда мы получаем, считываем вербальную и невербальную информацию, люди также могут научиться черпать их недр своего подсознания неиссякаемый поток информации, накопившийся за многие годы, прислушиваясь голосу своего бессознательного. Нет, это не голос, звучащий внутри нашей головы. Это не идущие приказы из дальнего угла нашей спальни, а лишь едва уловивые малозаметные импульсы посылы нашего тела. Мне придется использовать одно умное слово, которое описывает данный процесс. Это идиомоторика. Суть его, несмотря на умность, очень проста. Оно означает, что тело человека может двигаться в ответ на его мысленные представления. Может двигаться голова, слегка кивая, к примеру. Руки тоже могут двигаться, подавая знаки или сигнал. Движения малоощутимы, едва заметны, но эти движения можно сделать более заметными. За счет наблюдения за такими неосознанными движениями можно получить ответ бессознательно. Очень просто использовать подобную процедуру выбора для поиска ответа на вопросы, если вариантов только два. К примеру, есть ли да или нет. Попробуйте для начала сами. Руки просто поместите перед собой, ладонями навстречу друг к другу. Теперь решите для себя. Что если ответ будет да? Руки сойдутся. А если ответ будет нет, они разойдутся. Или наоборот. Это не важно. После чего закройте глаза и просто ждите. Через некоторое время, минуты две, три, посмотрите на свои руки. А затем поблагодарите свое бессознательное за наглядный ответ. Для вас же подобная процедура будет не только ответом, но и небольшим чудом. Руки двигались не по команде вашего сознания, определяя ответ и вынося решением да или нет, а не двигались сами по себе поведением вашего бессознательного. конечно же, получение правдивых ответов из глубин подсознания можно добиться, лишь зная данную технику совершения. Но этим и займемся чуточку позже. Добавлю несколько замечаний, чтобы вам было легче разговаривать со своим подсознанием. Важно правильно поставить вопрос. Желательно в момент общения к ответу рук не иметь явного представления, то есть услышать желаемый ответ. Нужно задать вопрос и просто ждать. Можно просто сидеть, можно думать о чем-то другом, можно даже заняться математическими вычислениями или мечтаниями. Важно на несколько минут отвлечься от своих рук и позволить их просто быть. Однажды одна женщина на проводимом мною семинаре в городе Ницелая решила проверить предлагаемую мною технику тут же, как только узнала о нем. Она обращаясь к своему подсознанию задала вопрос «Встретит ли меня сегодня муж или нет?» Руки весы выдали ответ «Нет». Она возмущенно с иронией возразила «Да не может такого быть! Всегда встречает, а сегодня вдруг не встретит». попробовала еще раз снова получила ответ «Не встретит». Она в скепсисе с иронической улыбкой просидела весь этот день. Но все дело в том, что в этот раз мы сильно задержали и ее муж ушел, не дождавшись окончания семинара. Можно сказать, что сознание отслеживает те самые 10% и пропускает огромное количество друг информации, которая, тем не менее, в бессознательном остается. А следовательно, эта информация доступна для обработки подсознания. И по всей вероятности, бессознательно просчитывать все шансы и возможности, используя весь объем поступившей когда-то информации. этот анализ гораздо точнее, чем у сознания. Кстати, обратите внимание, что подобные ответы да или нет у разных людей лучше срабатывают в различных подходах, обрядах, ритуалах, условиях. В состоянии легкого транса мы с вами можем поэкспериментировать и найти способ слышать, чувствовать, осознавать твой собственный ответ. руки ладонями вверх перед собой параллельно одна другой и уравновести их на одной высоте. заранее договоритесь с собой. Если ответ будет да, одна рука будет выше или едва опустится или подаст импульс или будет легкое покалывание, пульсация, подергивание, а если нет, другая рука вам даст свой сигнал. Попробуйте. Задайте себе вопрос. Ваши руки должны быть обязательно на весу. И проделайте процедуру аналогичной предыдущей. Только обычно достаточно уже 20-30 секунд, чтобы расхождение состояния рук стало замедленным. Нетрудно заметить, что тот же принцип работает в экспериментах с кольцом на нитке, с рамками, которые в какой-то момент сходятся, или с лозой. И так далее. Но вся фишка заключается именно в том, что бессознательная странь или самотекном анализирует данный процесс лучше, чем сознание в своем обычном состоянии. и от вас требуется войти в это состояние, чтобы услышать свой голос изнутри. По сути, вам нужно установить нить понимания, где вы сами будете понимать себя. Существует много информации, которая бессознательная в принципе недоступна, и тогда бессознательная ее не обрабатывает, а стопками укладывает на хранение, но в любой момент может предоставить эту информацию сознанию для обработки или для проведения анализа. Хотя может быть все дело во взаимодействии полей головного мозга и ионосферы Земли, а именно той ее энергетической части, которая взаимодействует непосредственно с космосом. Если такой способ информации существует в общении с другим человеком, то по его незаметным для него же самого и для вашего сознания реакции вы можете получить информацию сосредоточившись и думая о нем. Например, вы думаете о комнате и вот уже через 5 минут он вам звонит. Или существует материнская связь со своим ребенком. Ведь есть же такая связь. Не так ли? Один бизнесмен как-то пришел ко мне с вопросом. Говорит, не помню, отдали мне мой долг, занят ли у меня денег или нет. Они говорят, что отдали и нет повода не верить им. А вот как и когда отдали, я совершенно не помню. в процессе применения руки весы выяснилось, что деньги ему отдали. Клиент даже вспомнил, где лежат и тот момент, когда он их туда положил. Другой случай. Одна женщина хочет найти деньги, которое спрятала в книгах и забыла книгу. Бывает же так, спрячешь заначку, да так добросовестно, что потом сам не можешь ее найти, просто забывая о ней. Мы поколдовали с руками, она на следующий день деньги нашла, но не те, что искала, а те, что спрятала за полгода до того и совсем про них позабыла. Ее бессознательное выдало место заначки. Осознание воспользовалось подсказкой и осознанно приняло решение проверить это. Бывает, что вначале возникает ответ, а уже потом человек осознает вопрос. Говорят, первая мысль верна. Это почти правда. Правда же в том, что первая мысль часто посещает человека еще задолго до того, как он понял свой вопрос. И задав вопрос, человек в качестве второй мысли опознает уже первую. Вам необходимо запомнить, что бессознательное не понимает слово, оно помнит только образ или картинка. образ вопрос возникает еще до вашей плавесной формулировки. Лишь только потом, осмыслив и сформулировав свой вопрос, вы произносите его внутри своего радости. Например, у вас в голове вдруг возникает картинка, как вы когда-то прятали свои сбережения в то место, которое мелькнуло неосознанно в голове и вдруг сознание захотело проверить это место. Так что образ ответа подникает молниеносно еще до вашего осмысления. Бывает же так, что вы только хотели подумать и сформулировать свой вопрос, а ответ уже откуда-то получил. Это ваше подсознание контактирует с вашим сознанием и отвечает и сам процесс занимает одну доль секунду. Итак, давайте приступим к более тонкому изучению техники руки и сына и проделаем это на практике. теперь я попрошу вас перед нашим обучением и применением навыков выполнить задание номер один. Вам не следует смотреть далее этот материал, не проделав этот шаг. Просто вся работа будет неполноценной и испорчена, поэтому обязательно выполните задание номер один и смотрите дальше. А сейчас остановите этот видеоурок и найдите в нете любую информацию связанную с погружением в стран медитации узнайте о лечении и применении гипноза. Вы должны избавиться от неосознанного страха погружения в стран самогипноз или гипноз. Подобные техники достигают результата лишь в том случае, когда вы без труда сможете погружаться по собственному мысленному приказу в этих состояниях. Ваша цель узнать из других источников обезвредности этих состояний. Задание номер два. Запишите все вопросы на все волнующие вас темы в такой форме, чтобы ответом было да или нет. Примерно до 10 вопросов. Затем мы особенным способом закрепим изученный материал и будем учиться постепенно вводить себя в состояние самогипноза и легкого транса. И уже потом, научившись без труда входить в эти состояния, вы легко сможете услышать голос своего подсознания. Теперь мы можем приступить. Будьте внимательны. Если вы уже не боитесь медитации, самогипноза или гипнотических трансовых состояний, тогда можете представить себе, что ваша правая рука в состоянии невесомости при заданном вопросе где ответ будет да, станет подавать вам едва заметные сигналы. Она может слегка дергаться, двигаться в любую сторону, или опускаться, подниматься, начнет покалывать, или зудеть, гудеть, тяжелеть, пульсировать, и так далее. В общем, она станет вести себя по-другому по отношению к левой руке. Значит, на поставленный вопрос был ответ да. Аналогичные ощущения будут происходить в левой руке, когда на заданный вопрос будет ответом нет из вашего подсознания. Давайте потренируем наш мозг для начала. Но сперва выполните задание номер три. Создайте полную тишину. Попросите родных не беспокоить вас. На двери повесьте листок с надписью «Спасибо за то, что не мешаете мне обучаться». Отключите телефон, скайп, закройте все сайты знаком Аську. Настройтесь на обучение. Проявите внимание. Не следует сомневаться получится или не получится. Вы должны быть абсолютно спокойны и невозмутимы. Проделали это? Тогда давайте с вами продолжим. Итак, повторим. представьте себе, что ваша правая рука в состоянии невестомости при заданном вопросе, где ответ будет «Да», станет подавать вам едва заметные сигналы. Слегка двигаться в любую сторону или опускаться, подниматься, она может дернуться, начнет покалывать или зудеть, гудеть, тяжелеть, пульсировать и так далее. В общем, она станет из тебя вести по-другому по отношению к левой руке. Значит, на поставленный вопрос из вашего подсознания был ответ «Да». Аналогичные ощущения будут происходить в левой руке, когда на заданный вопрос будет ответ «Нет» из вашего подсознания. Запомните это. «Да», правая рука, «Нет», левая рука. Они подадут вам знаки, сигналы, импульсы из вашего подсознания. Сядьте поудобнее, полностью расслабьте свое тело. Плавно вытяните перед собой свои руки ладонями вверх. Снимите напряжение и полностью расслабьте свои руки. Сначала правую, а затем левую. Или наоборот, как хотите. расслабление на каждом выдохе почувствуйте, как наступает расслабление мышц рук и всего тела. На каждый выдох расслабление, спокойствие. Испытайте ощущение умиротворенности. Теперь попробуйте мысленно задать любой вопрос без хождения в страну. Сосредоточьтесь на ощущении своих рук. Например, спросите себя. Вас зовут Наталья? Теперь мысленно понаблюдайте за руками. Какие они подадут сигналы? может быть они тяжелее? Или какая-то рукодернула? Качнула? Возможно она стала судеть? Кудеть? Или пульсировать? Эти сигналы едва уладимы. но вы можете их отбежать если сосредоточить на этом. Сигналы можно ощутить в доду секунды или подождать несколько секунд и сразу же получить ответ. Следите за своими ощущениями. Это очень тонкий процесс. Вероятно вы уже получили импульс. или знак и знаете ответ. Так подадутся сигналы из вашего подсознания. Потренируйтесь. А затем мы пойдем дальше. Научитесь без особого труда отслеживать эти реакции в состоянии бодрства. С руками разобраться. Ну что ж давайте пойдем дальше. для того чтобы процесс получения правдивых ответов был естественным и максимально точным нам с вами нужно научиться него не допускать вторжения вашего сознания которое только занимается тем что все ответы и поступающую информацию постоянно отпильтровывает распознает анализирует классифицирует навешивает ярлыки размещает по различным полочкам разделяя все на хорошее или плохое нужное или ненужное выгодное или нет и так далее до этого нам необходимо лишить его доступ к процессу в этом нам поможет техники погружения в транс или гипноз и все процессы будут протекать на уровне подсознания без критического вторжения вашего ума то есть мы намеренно отстраним и обойдемся из его участия ведь бессознательное выдаст только неосознанный ответ а обработкой полученного ответа вы займетесь несколько позже подключая свое сознание состояние транса или гипноза не слишком образованные люди боятся и воспринимают как опасное явление почему-то недальновидные умы считают что они в подобных состояниях легко могут стать марионеткой у человека который пытается им помочь избавиться от собственных страданий применяя гипнотерапию я наверное удивлю вас если скажу что в состоянии транса каждый человек бывает до 100 раз в суд мы сами того не замечаем когда погружаемся в эти состояния например когда мы спускаемся или поднимаемся на лифт на свой этаж мы постоянно находимся в стране когда человек предается своим воспоминаниям или мечтает это он может проделывать лишь только благодаря тому что он мысленно погружается в свое подсознание и уже там в тайных уголках своей души предается своим воспоминаниям транс это нормальное человеческое состояние где каждый из нас проживает большую половину своей жизни если вы сейчас захотите вспомнить детство или решить в уме несложную математическую задачку вы снова окажетесь в трансе если вы ловите себя на том что читая интересную книгу стали вдруг произвольно прокручивать описанный сюжет сцены мысленно погружаясь в процесс заостряя на нем свое внутреннее внимание вы вдруг незаметно для себя приостановили чтение или читая дальше ловите себя на мысли что вы ничего не понимаете о прочитанном а мысленно находитесь еще на той захватывающей сцене из книги значит вы незаметно для себя погрузились в транс переживая интригующий момент прочитанного а вот вам другой пример вы можете понаблюдать в общественном транспорте как ведут себя люди ведь некоторые пассажиры в данный момент переживают транс кто-то легкий а кто-то более глубок опустив свои глаза вниз к полу застывшим выражением своего лица отрешившись от реальности уходят вглубь своего подсознания понаблюдайте как-нибудь на досуг а когда вы звоните по телефону представляя мысленно свой диалог с говорящим это тоже состояние транс и еще вы наверное будете смеяться узнав об этом но человек испытывает транс даже когда он ковыряется в носу не поверить но это действительно правда у меня есть для вас наглядный пример иногда я своим вечно больным клиентам дарю бесплатно и проделаю с ними одно уникальное погружение где каждый мой клиент обучается применять трансовые состояния исцеляя себя от тяжелых форм заболеваний души и девок давайте я вас научу находясь у себя дома исцелять себя или хотя бы иметь об этом маленькое представление как можно обходить до пяти дитинского вмешательства всю дальнейшую жизнь сидя дома слушая мой голос вы сможете сейчас побывать на солнечной поляне находясь в самодипнозе за несколько минут освоив технику набора энергии применять ее в своей жизни постоянно и никогда не обращаться за помощью врача или я вас научу техникам расслабления это пробное первое погружение где вы сможете осознать что нет причины бояться гипнотических состояний приготовьтесь и будьте внимательны вы должны сосредоточиться и слушать мой голос я не буду просить вас сделать что-то невозможное или обучиться каким-либо навыкам я попрошу вас воспользоваться лишь теми ресурсами которыми вы давно владеете с самого рождения но по какой-то причине не научились этим пользоваться я обычно начинаю с техник расслабления успокоиться отчего у моих клиентов наступает умиросновение те чувства тревоги и паники отступают давая человеку освобождение от навязчивых людей обычно люди с нарушением психики не могут с первого раза освободиться от своего мнения и проделывать этот прием ощутить положительное влияние техник расслабления это объясняется тем что человеку не позволяет испытать состояние транса его выдуманный страх или гордыню то есть завышенный инстинкт самосохранения или завышенное эго но думаю вы понимаете что сидя у себя дома вам нечего бояться и так создайте тишину сядьте поудобнее сосредоточьтесь на моем голосе всегда следуйте за ним и вы добьетесь полного понимания будьте внимательны сейчас мы будем входить в транс мы начинаем вы удобно расслабляетесь на своем месте и это хорошо вероятно это стул или крест мысли окиньте внутренним взором где лежат ваши руки ваши ноги как они стоят узнайте это проверьте свои ноги мысленно до самых кончиков пальцев сначала правую а затем левую ногу или наоборот как хотите если вы расслабите свои глаза вы можете представить что ваше тело проникает расслаблением примерно такое когда вы можете вспомнить пульсирующее расслабление как после принятия горячей ванны ванны пульсирующее расслабление как после принятия горячей ванны расслабление тела после горячей ванны эти нежные приятные ощущения несущие покой мышцы во всему тела во всему телу всему телу вспомните эти ощущения прочувствуйте их в покой мышцы во всему телу вы можете чувствовать то место когда сидите на вашем стуле или крепко узнайте как спинка вашего стула поддерживает вашу спину в каких местах ощутите это мысля обратите внимание где ваша голова в каком она положении есть ли там напряжение или уже нет снимите на выходе напряжение с грудной клетки с каждым вы напряжение уход становится не не исчезает напряжение с грудной клетки с плеч мышц лица со всего тела сядь расслабься расслабься возможно вы захотите закрыть глаза тогда сделайте это как хотите прочувствуйте тепло в руках в ногах во всем теле расслабьте лицо плечи я начинаю читать и возможно вы уже будете погружаться в травм испытывая нежное расслабление все глубже и глубже испытывая расслабление на каждом вы два возможно вы уже успокоились и сможете погружаться в травм еще глубже становясь спокойным и расслабленным спокойным и расслабленным расслабленным три тело ваше почувствует как оно расслабляет становится расслабленным мягким пушистым нежным оно расслабляет вы можете это почувствовать четыре вы можете ощутить пульсирующую сладость она легко проникает в вас она уже своей легкостью охватывает все ваше тело вы можете почувствовать это дыхание ровно и спокойно ровно и спокойно вы можете погружаться в свое бессознательное все глубже и глубже и глубже ощутить свое расслабление представьте как ваше бессознательное открывает вам свои двери она радостно улыбается и очень рада вашим осознанным приходом вы можете это увидеть если захотите пять ваше дыхание ровно и спокойно дыхание ровно и спокойно на каждом выдохе вы можете почувствовать примитив и погружение в себя все глубже и глубже и глубже и глубже вы на каждом выдохе вы погружаетесь в себя и глубже ше опустите и доверьтесь твоему бессознательному научитесь ему доверять тогда и тогда вашей жизни наступят удивительные перемены наполняя собственную жизнь гармони и счастьем гармони и счастьем у вас появится желание разбиваться и совершенствовать появится желание разбиваться и совершенствовать сель и когда вы поймете это вы выйдете из транса вы выйдете с глубоким вдохом почувствуете себя очень хорошо очень хорошо погружаетесь еще глубже глубже в транс вы чувствуете вы чувствуете это почувствовать вы 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 начинаете чувствовать себя хорошо хорошо и чем лучше вы себя чувствуете тем все ближе вы ближе вы ближе к выходу из стран после этого научения теперь всегда в нужный момент вы сможете забивать по мысленному приказу спокойствие и расслабление и сможете добивать спокойствие и расслабление и 9 и когда вы чувствуете себя хорошо вы с глубоким вдохом выйдете из транс и убедите что чувствуете себя хорошо и спокойно хорошо и спокойно потом по первому мысленному приказу вы сможете вызывать свое спокойствие и повышать качество своего самочувства повышать самочувство очень хорошо замечательно и на счете десять на вдохе вы полностью выйдете из этого состояния понимая понимая и оценивая свою силу гипнотического воздействия приносящие повышение собственного самочувствия уверенность и спокойствие уверенность и уверенность и спокойствие вы всегда будете помогать помочь себе вы будете помогать домой себе когда на счет десять на вдохе вы выйдете из транса сделая глубокий вдох вы вдох выдох выдох и на счете десять на вдохе вы выйдете из этого состояния и так мы будем выходить со счетом десять из этого состояния десять вы вдыхаете и выход вы вдыхаете и выходите из транса полной уверенностью и прекрасным самочувствием у вас прекрасное самочувствие это хорошо открываете свои глаза все открыть глаза неж неж некоторое время после погружения я вам дам прикидь в себя посидите спокойно попробуйте проанализировать свое первое погружение Вспомнить все свои ощущения. Вспомнить все свои ощущения. Ну что ж, теперь вы имеете представление, что трансовые состояния легко доступны и совершенно безвредны. Подобные состояния необходимо вызывать, когда вы применяете технику руки-висты. При выборе, как поступить, получая ответ из глубин своего бескознания, обретая покой души, тела. В гипнотических состояниях профессиональный гипнотерапевт стремится открыть в своем пациенте уникальные глубинные скрытые возможности человеческих сил. И в данном процессе, оставаясь лишь корректором процесса, а всю работу по исцелению выполнит сам пациент. Вернее сказать, его внутренний доктор, который дремлет и ждет, пока его разбудит. У некоторых глупых людей, их собственный доктор на протяжении всей своей жизни не приносит им пользы и не боится за их жизнь, лишь по одной причине. Он так и не смог пробудиться, потому что его хозяин ему просто не верит. Ведь есть же люди, которые всю жизнь болеют и несут на себе собственно взваленный креск больного человека, который только и надеется и доверяет свою жизнь докторам, напрочь отлетая мысль о самоисцелении. Конечно же, думает он, а зачем? Ведь есть же доктор. Он учился, как при помощи лекарств лечить больных. Вот пусть и занимается своими делами. А раз я больной, то пусть и лечит меня. Я вам, доктор, не только доверяю, я даже надеюсь на вас и только на вас. Тьфу, блин, бред какой-то. Мне очень жалко таких людей. Ни один гипнотерапевт не вылечит такого пациента, потому что нельзя помочь тому, кто сам того не желает. Изменись сам, и тогда твоя жизнь изменится. Гласит народная мать. Да поможет человек сам себе. Да не покинет он самого себя. Ибо нет ему хуже врага, чем он сам себе. Додумай. Ну вот, мы подошли к самому главному научению. Цель которого заключается в том, чтобы в любых тупиковых ситуациях всегда обращаться за помощью к своему подсознанию. Выбирая правильные ответы, которые кардинальным способом принялись в нашу жизнь. Наталья, вы уже выполнили задание. Номер 1 и номер 2. Вы прислали мне ваши вопросы. И данный тренер мы сосредоточим в направлении выбора профиля. Интересно, что же выберет ваше бессознательство? Вы прислали мне ваши вопросы, на которые желаете получить ответы, отмеченные вашим подсознанием. Это значит, мы с вами в состоянии транса будем их перечислять и отслеживать реакции вашего тела. Именно те сигналы, которые посылают вам ваши бессознательные. Вот ваши вопросы. Выборы профессии. Первое. Менеджер по продажам полиграфии и рекламной продукции. Второе. Коммерческий директор. Третье. Предприниматель. Четвертое. Коуч-тренер. Пятое. Тренер по проведению тренингов по саморазвитию. Шестое. Финансовый консультант. Седьмое. Психолог-консультант. Теперь я перепродирую все ваши вопросы в вопросительном направлении. И когда мы достигнем транса, я буду их поочередно задавать, делая значительные паузы. В паузе вы обязательно отследите ответы вашего подсознания, указанные в виде малозаметных изменений в левой или правой руке. Указанные в виде малозаметных изменений. В левой или правой руке. Это могут быть разные сигналы. Знаки. Ощущения. Раз вы уже не боитесь медитации, самогипноза и гипнотических трансовых состояний, тогда можете представить себе, что ваша правая рука в состоянии нелесомости при заданном вопросе, где ответ будет «Да», станет подавать вам едва заметные сигналы. Она может быть слегка двигаться в любую сторону или опускаться, подыматься, терниться, начнет покалывать или зудеть, гудеть, тяжелеть, пульсировать, нагреваться и так далее. В общем, она станет вести себя по-другому по отношению к левой руке. Значит, на поставленный вопрос был ответ «Да». Аналогичные ощущения будут происходить в левой руке, когда на заданный вопрос будут ответы «Нет». Итак, снова создайте тишину. Если вы уверены, что вы входите в транс без опаски, вас не беспокоят волнения, тогда продолжим. Если у вас есть сомнения, страх или тревога вас не покинула, тогда остановите, перемотайте этот видео урок до момента первого погружения и пройдите его вводя транс в более глубокое состояние с целью отстранения вашего вторгающего сознания, дабы оно нам не навредило своим рациональным мышлением. транс. Мы с вами постепенно начнем увеличивать силу транса, опускаясь глубже и глубже. И вот в определенный момент я вам дам понять, чтобы ваше бессознательное поместило ваши руки перед собой ладонями вверх, где правая рука будет сообщать на поставленный вопрос «да», а левая «нет». Давайте начнем. Создайте тишину. Сядьте поудобнее, сосредоточьтесь на моем голове. Всегда следуйте за ним, и вы добьетесь полного понимания. Мой голос пойдет вслед за вами. Итак, будьте внимательны. Мы начинаем. Вы удобно располагаетесь на своем месте всеми частями тела. Ощущая свой стул, ощутите, где ваше тело соприкасается со стулом. Вот, уже хорошо. Мысленно окиньте внутренним взором, где лежат ваши руки. Ваши ноги, как они стоят. Мысленно осознайте это. Проверьте свои ноги мысленно до самых кончиков пари. Сначала правую, а затем левую. Или наоборот, как хотите. Сосредоточьтесь на звуках, которые в вашей комнате. Это могут быть тиканье часов, звуки от работающего компьютера, ваше дыхание. Возможно, если прислушаться, доносятся едва уловимые звуки из-за окна. Они не отвлекают ванны. Верно? Представьте, что ваше тело проникает расслаблением. Примерно такое, когда вы можете ощутить пульсирующее расслабление, как после горячей ванны. Расслабление тела после горячей ванны. Вспомните эти ощущения, как в прошлый раз. Эти нежные приятные ощущения, несущие покой мышцам и всему телу. Вспомните эти ощущения, как в прошлый раз, покой мышцам и всему телу. Вы можете ощутить давление, чувствовать, каким местом сидите на вашем стуле. Виктор Узнайте, как спинка вашего стула поддерживает вашу спину, в каких местах узнайте это. Мысли обратите внимание, где ваша голова, в каком она положении, есть ли там напряжение или нет. Снимите напряжение в области живота, грудной клетки, плечи, мышц лица, снять напряжение со всего тела. Вы, наверное, уже уселись поудобнее и полностью расслаблены. Полностью расслаблены. Возможно, вы захотите закрыть глаза. Тогда сделайте это, как хотите. Почувствуйте тепло в руках, в ногах, во всем теле. Расслабьте лицо, плечи. Я начну считать. И возможно, вы уже будете погружаться в транс испытывая чудесное расслабление. Все глубже и глубже опускаемся в транс рас. Рас, два, возможно, вы уже успокоены и сможете погружаться в транс еще глубже, становясь спокойнее, расслабленнее. Три, Тело ваше, почувствуйте, как оно расслабляет, становится расслабленным, мягким, пушистым. Четыре. Вы можете ощутить пульсирующую сладость. Она легко проникает в вас. Она уже своей лёгкостью охватывает всё ваше тело. Вы можете почувствовать это. Эти изменения внутри вашего тела, опускаясь вниз, глубже, дальше, ниже. Ваше бессознательное открывает вам свои двери. Оно радостно улыбается вам. И очень радостно приветствует вас. Оно рада вашему сознательному приходу. Вы можете это увидеть, где картинка приветствия становится радостнее и теплее. Ваше дыхание ровное и спокойное. Дыхание ровное и спокойное. На каждом выдохе можете почувствовать прилив силы и погружение в себя. Глубже, ниже. Глубже, ниже. Глубже, ниже. Глубже, ниже. Глубже, ниже. Глубже, ниже. Опуститесь и доверьте своему бессознательному. Научитесь ему доверять. И тогда, и тогда в вашей жизни наступят удивительные перемены, наполняя собственную жизнь гармонией и счастьем. После сеанса погружения у вас появится желание развиваться и совершенствовать. Появится желание помогать самой себе. И когда вы поймете это, вам станет теплее и уютнее. Теплее и уютнее. Спокойствие. Спокойствие. Наступай. Спокойствие. Спокойствие. Уютнее. Вы с глубоким вдохом можете почувствовать себя очень хорошо, прилив внутренней энергии, внутреннего осознания своего Я. Расслабленность тела, расслабленность, тело тяжелее, становится ватной, тяжелой, спокойствие и тишина. Расслабленность, безнадежность, чувствуйте это очень хорошо. Погружайтесь еще глубже, глубже в травы. Восемь. Возможно, вы начинаете чувствовать себя хорошо и спокойно. И чем лучше вы себя чувствуете, тем вы все ближе к более глубокому состоянию, в котором вы сможете узнать больше. После этого научения, когда вы этого захотите, вы сможете узнать еще больше. Вы всегда в нужный момент сможете добиваться расслабления по первому мысленному приказу. в том, что вы сможете чувствовать себя совсем хорошо, вы с глубоким выдыхом войдете в то состояние транса, в котором сможете найти ответы на свои поставленные вопросы. с глубоким выпихом, пойдете глубже, еще дальше, глубь себя, когда этого хотите, глубже, дальше. Теперь, по первому мысленному приказу, вы можете вызвать свое спокойствие и повышать качество своего самочувствия. Очень хорошо. Замечательно. И на счете 10 на выдохе, когда вы испытаете полную глубину расслабления, я попрошу ваше бессознательное почувствовать легкость рук. Сначала в правой руке, а затем в левой, легкость рук. В правой, а затем в левой. Пусть ваше бессознательное в своей глубокой мудрости сделает все то, что необходимо для получения наилучшего результата. Пусть ваше бессознательное даст вам расслабление и спокойствие, которое разливается по всему телу. По всему телу и рукам. Правая и левая рука начинают испытывать легкость. Воздушность, медленно начиная подниматься, медленно поднимаются, становятся воздушными, легкими. Они падают, поднимаются. Они все легче, легче. Они уже поднимаются. Это ваше бессознательное помогает им подняться. Вы можете почувствовать, как они становятся легкими, как они поднимаются. Они уже медленно парят перед вами. Медленно парят перед вами. Ваше бессознательное подняло ваши руки. Они становятся легкими и воздушными. Легкими и воздушными. Ваше бессознательное помогает подняться рукам все выше, выше и выше, становясь легче и легче, как воздушные шары. Они поднимаются перед вашим телом, надонами и вверх. В этом положении они зависают в ожидании вопросов, на которые правдиво ответят и подадут сигналы. Правая рука покажет да. Левая рука ответит нет. Руки полностью расслаблены. Воздушные руки. Они порядны. Они порядны. На каждый вопрос они дадут ответы. Дополните эти ответы. Сейчас я буду задавать вопросы. Будьте внимательны и полностью расслаблены. полностью расслаблены. Итак, внимание, вопрос. Пусть ваше бессознательное ответит вам. Следите. Сосредоточьтесь на своих руках. Итак, первый вопрос. Вы хотите продолжать быть менеджером по продаже полиграфии и рекламной продукции? Второй вопрос. Вы хотите стать коммерческим директором? Третий вопрос. Вам подходит профессия предпринимателя? Третий вопрос. Четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Вам нравится профессия коуч-тренер? Пятый вопрос. Вы хотите стать тренером по проведению тренингов? Шестой вопрос. Сможете ли вы освоить профессию финансовый консультант? Седьмой вопрос. Возможно, ваше призвание – психолог-консультант. Слушайте свое подсознание. Запоминайте ответ. Ваше бессознательное ответило на ваши вопросы. Теперь мысленно поблагодарите свое бессознательное. Улыбнитесь ему. Попрощайтесь и скажите «До скорой встречи». Пообещайте, что вы будете к нему заглядывать. На счете десять вы выйдете из транса, получив ответы на свои вопросы. Погружаясь в транс, вы всегда сможете себя исцелять и быть совершенно здоровым. Совершенно здоровым. А сейчас руки тяжелеют, тяжелеют, медленно опускаются, опускаются. Они устали. Они опускаются и хотят отдохнуть. Опускаются – хорошо. Опустили ваши руки. Расслабьтесь. Вам хорошо. Мы уже близки к завершению. И когда вы выйдете на счете десять из трансов, вы можете почувствовать легкость и полное спокойствие. Полное спокойствие. Погружаясь в транс, вы можете себя исцелить и быть совершенно здоровым. вы можете вздохнуть. Делаяvi ducts. Эта investigations будет стоимостью. Вы하ера лайка дома. Вдох. Раз. Свар pourrait отlu Through your brain, И на счете десять, Вы вдыхаете и на выдохе выходите из транса. На счете 10 вы сделаете вдох и выйдете из транса. Итак, 10 вы вдыхаете и выходите. Хорошо. Откройте глаза. Все. Открыть глаза. Отдохните и помолчите. Проанализируйте свои ответы в вашем подсознании. Теперь можете подключить свое сознание и осмыслить происходящее. Конечно же, вы уже, наверное, получили ответы своего бессознательного. Проанализируйте их и выберите тот, на который реакция вашего подсознания была более эффективной. Более заметным и полностью сосредоточьтесь на этом ответе. Применяя технику руки-весы, вы обучились искусству вхождения в транс. И теперь всегда уже можете получать ответы на самые тупиковые вопросы, которые возникают и порою заводят нас до отчаяния, создавая замкнутый круг сплошных глубоких эмоциональных переживаний. В этом сложном, стремящемся, круговороте жизни. Тот человек, который не может по какой-либо причине достичь состояния транс или боевик, значит он имеет нарушение психики и никогда не сможет повладеть искусством исцеления посредством гипноза и самогипноза. Эти нарушения могут проявляться и человек в некоторых случаях знает о них. Возможно, это из-за страха или проблемы эго. С этим, конечно же, нужно бороться. Если вы обнаружили, что вхождение в транс дается вам без особого труда, вы способны к самоисцелению от любых недугов души и тела. Вам не стоит тратить средства на дорогостоящие лекарства и обращаться за помощью к врачам. Когда вы захотите избавиться от любого недуга, психического или физического заболевания, вредных привычек, увеличения веса, я вам приготовлю специальный видео урок по конкретной проблеме. Но это уже будет другая тема нашего развития, где при полном обоюдном сотрудничестве мы с вами будем двигаться к намеченной цели, сосредотачиваясь на достижении результата. Мы с вами классная команда. Я не терплю половинчатых дел. Проблему нужно победить раз и навсегда. Проблемы не исчезают сами по себе. Они накапливают, нарастают и превращают нашу жизнь в бесконечные страдания. Цены на любой видео урок для вас, Наталья, остаются прежними. 250 гривен. Обращайтесь. Я буду рад посвятить вам время и свои силы. Мне приятно с вами работать. До скорой встречи. Удачи вам. С уважением. Доктор Искандер. Да, чуть не забыл. Если вы находите мою работу полезную, рекомендуйте мою помощь всем нуждающимся в ней. И кто знает, возможно вы окажете кому-то своевременную, необходимую помощь, за которую он будет благодарить вас всю свою жизнь. Додумайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok